Заседание Полицовета партии «Единая Абхазия» долгое время не проводилось из-за пандемии, коронавируса и ряда других объективных причин, подчеркнул, открывая заседание, председатель партии Сергей Шамба. «Единая Абхазия является одной из самых многочисленных и активных партий, участвующей во всех политических событиях страны. Практически все кандидаты, кого поддерживала партия на президентских выборах, выигрывали», отметил Сергей Шамба. Он рассказал, что некоторые вопросы, которые поднимались в партии, доведены до логического завершения. В «Единой Абхазии» считают, что республике необходима новая система выборов, когда в выборной кампании принимают участие только политические партии. «Когда приходят в парламент в результате такой конкурентной борьбы представители разных политических сил, они могут установить эффективный контроль над исполнительной властью. А сегодня у нас, когда в парламент идут люди, у которых нет никаких обязательств перед политическими силами, они туда идут очень часто для того, чтобы решать какие-то вопросы свои собственные. И с ними можно договариваться с каждым по отдельности. Поэтому такого эффективного контроля трудно ожидать. Вот эту концепцию такой выборной системы мы подготовили, находясь уже в системе власти. Подготовили, кроме того, сам законопроект, он лежит сегодня в парламенте республики Абхазия. Кроме того, с участием политической партии «Единая Абхазия» был подготовлен законопроект о внесении изменений в конституцию страны. Также на рассмотрении у президента находится документ о легализации контрабандной торговли, которая на протяжении 30 лет происходит на государственной границе по реке Ингур, отметил Сергей Шамба. Также председатель «Единой Абхазии» рассказал, что партия поддерживает предложение оформления договора с Россией по поводу гусдачи Питсунда. Вокруг этого вопроса очень много тоже спекуляции и, как я вижу, даже передергивание фактов, потому что во всех выступлениях, буквально даже вчера в Гудаутах было собрание, на котором тоже вот некорректно освещают эту тему. Все время начинают потом скатываться на то, что продали землю, отдали, подарили. На самом деле ничего же такого нет. Этот объект с 60-х годов находится в таком особом режиме. Он был всегда закрытым, этот режим. После войны при Владиславе Арзенба было возобновлено новое соглашение, по которому он и функционирует. И там не были обозначены вообще сроки, когда заканчивается этот договор. Сейчас определены рамки этого соглашения. Объект передается в аренду. А там находящиеся здания, они, конечно, должны быть в собственности Российской Федерации. И они так ставят вопрос, потому что эти здания уже за столько времени нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции и прочее. И если они не будут находиться в собственности, то по законодательству Российской Федерации финансирование их за рубежом невозможно. Единственное, с чем можно согласиться, в последнее время было выявлено некоторые ошибки, которые были достигнуты в процессе подписания договора, когда координаты были несколько нарушены, видимо, не углядели во время подписания наши представители. Вот этот вопрос надо исправить. Но поскольку договор уже подписан, но не вынесено ратификацию, а он требует ратификации, как международный договор, то этот вопрос нужно будет отдельно решать. Партия «Единая Абхазия» поддерживает законопроект об апарт-отелях. По мнению Сергея Шамба, опасаться его принятия не имеет смысла. Вы знаете, мы же никто не против, не выступает против того, что здесь в Абхазии строят отели. Вот эти отели носят сезонный характер. А апарт-отели, они имеют преимущество в том, что они фактически круглый год приносят доходы. Потому что люди, которые покупают эти апартаменты без права регистрации, то есть прописки на территории Абхазии, получения гражданства, они владеют ими определенное количество, которое определено в законе. Времени могут здесь находиться, потом они должны выезжать. Но все это время, даже во время своего отсутствия, они оплачивают все необходимые налоги. И за квартиру, и за налог на землю, и многие другие виды налогов, которые там предусмотрены. И кроме того, в проекте, который сейчас существует, предусмотрено, что будет создан социальный фонд, в котором вот эти платы будут сосредотачиваться, и они будут направлены на то, чтобы улучшать возможности для наших граждан, удающихся в жилье. На заседании полицовета Республиканской политической партии «Единая Абхазия» также обсудили вопросы подготовки к предстоящему съезду. Принято решение провести большой съезд партии в конце апреля.